Мучаемся, но спасаемся водичкой. Дома кондиционера нету, а вот спасаемся, мороженое едим и возле фонтана дыхаем. Мороженое, вода, ну и в принципе, и тень. Только дома, по необходимости только выходить приходится на улицу. Есть проблемы, которые надо решать, а так дома. Прячемся дома. Иногда кондиционеры спасают, иногда холодные души. Но тоже не рекомендуют особенно часто их принимать. Так что вот так спасаемся. Кондиционеры дома стоят, под кондиционером. А вечером поливаем двор, чтобы прохладнее было. Вы знаете сейчас, кто мучается? Это хлеборубы. А мы, пенсионеры, находим место, где посидеть. Я много лет проработал на хлебе. Вот погода для хлеба хорошая. Вот я вам что скажу. Одни радуются, другие страдают от жары. А так переносимо. А как спасаемся? В тени. Мороженое покупаем едим, напитки. Спасает, естественно, это мороженое, холодные напитки и тень. В жару возрастает спрос на прохладительные напитки. Возле торговых павильонов с квасом в это время многолюбно. В жару очень сильно возрастает потребность холодных напитков. Продаем квас, лимонад и это самое лучшее, конечно, всего берут квас. Сколько литров в день примерно продаете? Литров 60. Все берут. И напитки разные, мороженое. Ходовое всегда, все в ходу. Я вот сегодня прошла, я, наверное, литра три точно выпила. Или дома сижу, или вот если выходишь, только квасом спасаешься. Потому что мороженое мне есть нельзя, у меня проблемы там с горлом. А так, все остальное, только квас или вода. Медики советуют в жару по возможности не выходить из дома в период с 10 утра до 5 вечера. Особенно это касается детей и людей старше 60 лет. От солнца нужно укрываться головным убором. Чтобы охладиться, принимать душ с водой комнатной температуры. Есть легкую пищу, пить негазированную, несладкую воду. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.